Всем привет! Сегодня у нас будет, знаете, не hard use, просто use и понятие того, как нож подходит для использования. Допустим, это нож крапива, обзор на него вы уже видели. И на самом деле меня интересует, насколько им удобно что-то делать более-менее. Потому что продукты я им порезал, очень понравилась сама геометрия, все. Теперь мне интересно, как он себя будет вести в перчатке, потому что вот этот чоэл в перчатке, он немножко маловат. Нож тоненько сведен, сталь Д2, и я им хочу именно попробовать порезать. Я даже по батоню, раз люди просили, там говорят, а как это там, как оно батонится. Давай попробуем, вот мне, допустим, вот смотри, как у меня он зажимается. Темляк мне вообще не лишний, вот так я точно строгать не буду, строгать буду вот так. Рукоятка, да, чуть-чуть маловато, я бы, вот знаешь, наверное... Для перчатки она маловато, все-таки это больше какой-то городской фикс. Во, вот так и сделаю. Во, вот так сделаю. Я думаю, он будет изумительно строгать, если честно. Ну, смотри, я прям в сучок врезался и... Заточен прям клево. Смотри, стружечку прям... А знаешь, удобно. Шикарно. Он реально, вот знаешь, как финка заточен. Вот отвечаю. Я так подержал, ну, по ощущениям... Не, вот реально заточен как финка. Смотри, я такую фигню только обычно финкой делаю, что она вот настолько тонкая, что заворачивается. Ну, вот обычно я такую фигню только финкой делаю. Блин, зачет, китайцы молодцы. То есть, ну, как бы по продуктам ты все равно так не оценишь. А название откуда такое, крапива? Крапива, ну, это вот дизайнер ножа, Иван Брагинец. А он его и придумал, что... Я не помню, как это будет на английском, но типа ожог крапивы, крапива и прочее он называется. По секрету скажу, что знаю, что было в планах у Ивана заняться изготовлением большего брата. Блин, слушай, рез суперский. До города вообще супер. Ну, он реально небольшой. Причем, ну, вот я в видео рассказывал, он вообще планировался... Это же как бы грибной нож. Он планировался так. Я просто ремень не ношу, вот так. Что... Ну, или там, вот как кому удобно. Потому что вот этот замок, так лок, он позволяет носить. Кто-то может вообще, я не знаю, переставить носить вот здесь, как команда с какой-то. Ну, это как бы кому что больше нравится. Кому как удобно. Да, блин, слушай, рез вообще клево. Я вот такую реально стружечку только... Ну, у него спуски практически от обуха. Да, да, да. И он довольно тоненький. Да, разговора нет. Что-то я не помню. Он не трешка, он два с чем-то. Да, 2,8, по-моему. Блин, рез суперский. Ну, плюс D2, D2 вещь хорошая. Китайцы научились ее делать уже от души. Нет, китайцы молодцы, заточили и свели. Он сведен тонко для китайца вообще в принципе. И D2 они уже, кстати, неплохо. Да, они термичат прям. Ну, прям красота, слушай. Работать. Прям, слушай, красота. Все, и на растопочку. На растопочку, вот реально, вот знаешь, это вот с собой небольшой нож, там, что-то такое. Он вообще... Я вот как раз себе хочу что-то вот похожее. Реально клево. И приобрести себе вот эту печку. А, эту BioHit. Вот мне как раз надо. У меня, ну, все, ну, ты сам знаешь, какие. Они все рабочие, но они, грубо говоря, не для этого все. Смотри, какая интересная тема. Ты кончик покажи, насколько он тоненький. Кончик тоненький. Но при этом обратите внимание, у него есть характерный загиб вниз, чтобы его усилить. Здесь все очень хорошо продумано. А, блин, что я туплю? Вот смотри. Неттл. Название на английском. Крапива, да, там. Ожог крапивы. Все, ясно дело. У него, слушай, такая прикольная геометрия. Я пытаюсь вывернуть что-то им, а он выскакивает. Я пытаюсь кончик этот, ну, что-то поддеть. Я понял, понял тебя, да. Но он... А он выскакивает за счет вот этой геометрии. Прикольная тема. Реально. Не получается. Не получается. Все, я понял. Он сделан как клюв. Да. Вот смотри, я кончик чуть подогнул. Видишь? Ну, нож тоненький, что тут говорить? И кончик тоненький, и нож тоненький. Но нож прикольный вообще. Я не думаю, что в обычном городе ты будешь что-то такое делать. Люки там пытаться поднять. Нож как бы, ну, кончик тоненький. Ну, вот уже видишь, в обратку выпрямил. Ну, практически ровно. Тоненький. Это не для люки открывать. Да. Это не для открывать люки. Ну, слушай, ну, давай там люди просили побатонить. Давай побатоним. Так. Что ж там, дровину какую-нибудь. Ну, да. Давай сейчас. Давай, выключи пока. Да, не-не-не, не выключай. Ты резанешь, да? Давай большой такой. Видите, какая у меня палка красивая. Ну, он будет батонить очень хорошо. Да. Потому что он очень тоненький. И он в такой геометрии, что все же раздвигать он ее немножко будет. Ребята, этот нож раздвигает любую рогатку. Шкуросъемный, чтобы снимать шкур. Ну, кстати, для шкуры он не очень подойдет в плане того, что у него слишком маленький изгиб. Вот, кстати, смотри, я его когда разбирал, я не посадил на фиксатор. И от ударов винты раскрутились, видишь? Что надо будет этот. А вот маленькую веточку, как ты говоришь. Труд на вот эту печку очень острый. И вот это сведение реально, знаешь, вот на таком небольшом ноже, оно, конечно... А ты не мерил, на сколько он сведел? Ну, как бы, смотри, я намерил, штангелем мерил, у меня получилось 0,5. Мне Иван написал, говорит, я замерил 0,45, но он мерил микрометром. Я взял свой микрометр, померил, у меня, ну, 0,47 получилось. Ну, как бы, знаешь, эта сотка вообще ни о чем. Он реально режет, как маленькая финка. Вот по ощущениям. Ну, я тебе отвечаю. Ну-ка, давай, иди попробуй. Выключи камеру. А берет немножко. Давай, я тебе говорю, он как финка заточен. Ну, он строгает, он, конечно, вообще очень круто. Ну, без шуток, я просто его недооценил. На продуктах ты этого не поймешь. Вот это тонкое сведение. Карандашик поточить. Ну, если, кстати, вот этот кончик поджечь, то будет карандашик потом. Скажи, клево режет. Очень хорошо. Я вообще... Знаешь, вот этой штукой... Тесновальным. Этот, знаешь, есть такая штука, трайстик, нет? Палку срезаешь, и в ней нужно вырезать определенные фигурные нарезы. Для проверки того, насколько твой нож хорошо подходит. Обычно это делают финками, бушкрафтерами, даже финками в основном. Потому что они тоньше, чем бушкрафтеры, и, ну, как бы, клево режут. Вот этой штукой я бы запросто стал... Ну, заморочился бы и вырезал бы трайстик. Это зоновская заточка деревянная, да? Чтобы проносить в ином месте, и чтобы она не пищала. Леха, Леха. Да. О-о-о-о! Смотри. Попробуем сейчас еще раз строгануть. Я тут подозреваю одно удовольствие. О-о-о! И это я еще фехтовальным взял. Не, молоточным, молоточным. Блин, ну, сказка. Согласись? Да, просто песня. Кстати, кончик выпрямился. Ну, идеально практически. Как бы, ну, не люки открывать, да? Да. Именно для... Именно для... Вот именно для реза. Это вот... Хотя батонит он тоже прекрасно. Ну, да. Мы с тобой отбатонили вон на оберег палку. Сделаем же вот так. Что тут можно сказать? Ну, не, ну, разговора нет. Прям он через сучок. У него прям геометрия к этому располагает. Если уж тебе в городе понадобится. Не, вот эта тема, кстати, Лех, я вот только сейчас понял, что вот этот нож реально к печкам, вот этим, ко всяким щепочницам для походов. Вообще, он ничего не весит. Яркий его можно же и на шею повесить. Да, да. Как шейничек. Да. Ну, как бы тема. Вот для растопки... В природе не потеряется. Яркий, яркий. Да, и для растопки, для растопки вообще песня. Да, сел тихонечко, вот маленькую дровишечку себе подстрогал. Ну, я говорю, мы щепок, потому что мы начали делать, я такое реально только финкой делал. Ну, короче... Печка занимает место по минимуму, и он место по минимуму. Реально, это, знаешь, куда эти в рюкзак там дали, в машину. Да, 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 да. Никто тебе ничего не скажет, там, ну, ты что там, маньяк там. Да, согласен. Ну, супер, что, такой легкий тест вполне. Вот меня рез по дереву больше всего и интересовал, на самом деле. Никаких консерв и прочего у нас сегодня нету ни в одном тесте, потому что, ну, без толку. Как финт. Причем, ну, достаточно удобно, да, располагается в руке? Чуть-чуть не хватает, может быть, длины этой рукоятки. Ну, да, для перчатки. Вот для моей руки вообще идеален. Ну-ка, попробуй. У меня рука не сильно большая. Да? Я могу тут как-то ее ужать, и вот прям, ну, можно и темняк подобрать, в принципе, соответствующий. Да, согласен. Как помнишь, мы на этот, на Гурфикс от Виктора Куликова делали такую петлю из этого, из Соломон Бара. Такая у нас накидывалась. Ну, помнишь, в тяпкообразный маленький? Ага, да, да, да. Ну, прикольный. Еще вообще он очень приятный, вот как бы, как вот сказать. Сложно, да, передать словами? Да, да. Мне, кстати, даже под мой небольшой палец вот этого чуэла. Не, вот этого чуэла мне тоже хватает, но не под перчатку. Ну, если ты не вот так, конечно, будешь его жить, а вот так. Да, 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 да. Ну, вот как раз труд, реально труд вот так вот развести вообще тема, да? Ну, супер, черт. Ни единого засвета вообще. Не, ну, что мы только с тобой мягкие дровишки поспорили. Вот для этого тема классная. Китайцы молодцы, научились, конечно, с Дедвара работать. Тонко, да, и тонко ее сводить. Молодцы. Ну, что ж, ну и Иван молодец, что такую форму придумал. Мне прям понравилось. На этом, наверное, и все. Всем спасибо, пока.